Дети жертвы пороков взрослых Скульптурная экспозиция Дети пороков взрослых Что это такое? Автор Шемякин Скульптурная композиция Дети жертвы пороков взрослых Вот мы на набережной Перед нами Кремль Москва-река Какая красота Сейчас мы перейдем на ту сторону И будем гулять по Красной площади Дети жертвы пороков взрослых Вот так Вот так Ой, какая красота Боже мой Какая красота Мы идем вот к этому мосту Через него сейчас перейдем на ту сторону Здорово Вот сейчас пойдем по этому мосту Вот лестнице Наверх поднимемся И пойдем Детали на ту сторону Продолжение следует... 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 Сколько лет уже стоит тут? Храм Василия Блаженного, 300 лет. Такие красивые у него эти башенки, купола, просто прелесть. А из нескольких он состоит? А это Кремлевская Кремль. А вот там в стене замурованы урны с прахом разных людей. Сталин, там тут проходит, вот ставят в стуле парады. Красота, просто красота. Ага, иду. Что за лобное, расскажи. Объявляли всякие циркуляры, а рядом казнили всяких самих преступников. Вот тут казнили, да? Это называется лобное место. А чем оно, ну, как будто? Это главный центр. А, центр. Это лобное место, где тут и казнили, и объявлялись. Памятник Минину и Пожарскому. Ну, вот он находится. Ух ты, как здорово! Да, я иду к нему. А тут Красная площадь. А тут Кремль. Ой, господи, какая красота везде. Красная площадь. Это самое интересное место. Красная площадь. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 А тут что-то современное такое, как тарелка космическая. Мы пришли в такой вот ресторанчик. Тут такой большущий самовар. Ого! Взяли два супа сырных, два хачапури. Будем-будем обедать. Ой, белые березы. Вот сейчас мы ждем три часа, пойдем в это здание. Он два часа бьет куранты. Слышно. Это вот рябина или калина? Я в них не разбиралась. Вот, прям перед нами. Это что, рябина? Рябина или калина? Какое-то дерево. Калина Вот мы идем в мега-центр, мега-центр. Чего тут? Заходим. А, ну не хочу сейчас. Смотри, какая красивая голова. Что она делает, Коля? Как тут здорово. Как тут красиво. Люстра какая, необычная. Мега-центр. Полет над Россией. А ты говорил, ну закрыто. Нет, это так. Нет, это так. Я покажу вам небольшой видеоролик, о том, как создавалась наша салфетка. Медлога-центр. Через несколько минут вам предстоит отправиться в удивительное путешествие в машине премии. Вы увидите Москву в момент ее основания Юрием Долгорукиным, осажденную в Макгольске и захватчиком, спасенную от интервента, спаленную пожаром 1812 года и осваивающую новый вид транспорта метро. Чтобы сделать вас свидетелями всей истории Москвы от крепнейших времен до наших дней, в огромном кинопавильоне появилась... Вначале в нем появилась зеленая краска. Именно зеленый цвет никогда не встречается в тонах человеческой кожи. А значит, компьютерная графика позволит вообразить человека на фоне буквально всего, что угодно. Это может быть, например, постаральная сцена. Или наоборот, жар и мгновение. А может и вовсе что-то неожиданное. Так можно преобразить и землю, пустить трещину в ледяную порку и замостить средневековым городом еще недавно зеленую. Потом в студии появился свет. И, наконец, главное техническое приспособление для создания самого невероятного мультимедийного шоу о российской истории. Это четырехобъективная камера для панорамной съемки, позволяющая создавать потрясающе реалистичную картину в кадре 360-х градусов. Настолько масштабных панорам еще не было в истории. И первые кадры такого уровня увидят именно гости в парк Азарядье. На машине времени вы сможете отправиться туда, в прошлое Москвы, далекое или давнее. А там увидеть, услышать и почувствовать шум времени. В грандиозных съемках было задействовано 300 актеров, 500 достоверных исторических костюмов и 300 предметов реквизита. От заколок для волос до лошадей в полной сбурили. Однако один головной уход практически не менялся от сцены с целью. Островеркий шлем. Примоскотная защита головы при ударе сверху. Незаменим в конной схватке. Примоскотная защита головы при ударе сверху. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...